Второй вариант привычения к клетке это за погрызушки, за долгоиграющие лакомства. В чем отличие этого метода от предыдущего закона? Собака быстро съедает кусочки корма и далее вы работаете с выдержкой. Но если у вас есть домашние дела, просто нет времени, вы можете использовать погрызушки, положили их в клетку и собака какое-то время занята. Но такие штучки должны быть у собаки в дефиците, чтобы она их хотела получить и могла получить только в клетке. Мы бросаем лакомство в клетку. Собака хочет его получить. По команде запускаем собаку. Клетка! Собака зашла. Собака в клетке занята лакомствами. Главное контролировать, чтобы собака в клетке была занята и спокойна. Нельзя допустить, чтобы она залаяла, ей надоело, она хотела выйти. Собака в клетке должна быть всегда чем-то занята. Она может выгрызать вкусняшку, как сейчас. Она может уснуть в клетке. Если вы оставляете ее в клетке на долго, там обязательно должна быть миска с водой. Таким образом собака свяжется в клетку с чем-то вкусным. Для нее это будет престижным местом, где всегда есть вкусняшки, где можно отдохнуть, куда всегда хочется попадать. Если собака при вас долго лежит в клетке, вы можете начинать ненадолго куда-то уходить. Когда пришло время выпустить собаку из клетки, мы делаем это за еду, у меня в руках сухой корм. И по команде. Гуляем. Выводим собаку. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И сажаем собаку к ноге. Кыш. Продолжение следует...